После инаугурации Дональда Трампа его жена Милания станет первой леди в США. Но политологи не исключают, что фактически более значительное влияние на президента будет иметь его 35-летняя дочь Иванка. Иванка Трамп поддерживала отца на протяжении всей его предвыборной кампании, выступая на митингах и пытаясь выиграть для него дополнительные голоса. Успешная предпринимательница и многодетная мать Иванка привлекала на сторону Трампа женскую часть электората, которую могли опугнуть некоторые его высказывания о женщинах. Ее брат Дональд Трамп-ладший говорит, что Иванка – любимый ребенок отца. Ее называют папиной дочкой. Говорят, что они созваниваются по пять раз в день, когда не могут встретиться и поговорить лично. Несмотря на беременность, во время предвыборной кампании отца Иванка Трамп проехала по стране тысячи километров, чтобы его поддержать. Журнал Vanity Fair назвал ее заместительницей жены. Штаб Трампа, похоже, предпочитает доносить свои идеи через его дочь, а не через жену, писала издание. Собственно, именно Иванка, а не Мелания Трамп, вела церемонию представления миллиардера в качестве кандидата в президенты. Она также защищала отца, когда он подвергался нападкам. В частности, Иванка заявила журналистам, что ее отец всегда поддерживал идеи феминизма, и во многом именно поэтому она стала тем, кем стала. Иванка помогает своим братьям Эрику и Дональду управлять компанией отца Trump Organization и сетью гостиниц Trump Hotels. Ни одна жена Трампа не имела такого влияния на семейный бизнес. Говорят, что Иванка отвечает за заключение самых крупных сделок. У нее также есть свой модный бренд под девизом «Работающие женщины». На своем сайте Иванка Трамп пишет «Я хочу вдохновить женщин и дать им силы строить свою собственную жизнь так, как они сами хотят, как им нравится, без оглядки на других». Пока ее отца обвиняли в сексизме, Иванка работала над улучшением его образа в глазах избирательниц. В своей июльской речи она сказала, что американским семьям нужно облегчить жизнь. Законы, позволяющие женщинам и детьми нормально жить, не должны быть чем-то необычным, они должны быть нормой, заявила Иванка Трамп. Политики только и говорят о необходимости уравнять зарплаты мужчин и женщин. А мой отец в своей компании всю жизнь это делал, добавила она. Идея Иванки Трамп законодательно закрепить право женщин на оплачиваемый декретный отпуск на 6 недель уже нашла поддержку у ее отца. На митинге в Айове Дональд Трамп сказал «Это она настояла. Говорит, папа, папа, давай сделаем так. Она очень умная, и она права», добавил он. Своими аккаунтами в социальных сетях Иванка пользуется куда осторожнее, чем ее отец. В своем инстаграме она выкладывает в основном фотографии своей семьи и мотивирующие цитаты. В итоге у нее набралось полтора миллиона подписчиков. Для сравнения, у будущей первой леди Мелани Трамп в том же сервисе всего 12,5 тысяч подписчиков. Возможно, Билла и Хиллари Клинтон теперь выражают со свадебных фотографий Дональда и Мелани Трампа. Но Иванка продолжает дружить с Челси Клинтон. Как утверждали журналисты, дочери бывшего и будущего президента США прекратили общение на время предвыборной кампании, но не навсегда. «Мы остаемся друзьями», — сказал на этот счет Иванка Трамп. «Просто в последнее время вокруг нас слишком много шума». Еще в августе Дональда Трампа спросили, какую женщину он взял бы в свою команду в случае победы на выборах. Он ответил, «Выбор так велик, но все бы наверняка сказали, возьми Иванку, возьми Иванку». У нее нет политического опыта, но этого опыта нет и у ее отца. Так что вполне возможно, что в Белом доме она войдет в круг самых приближенных к президенту людей. Отвечая на вопрос журнала Космополитен, есть ли у нее самой президентские амбиции, Иванка Трамп ответила, что не может совсем этого исключать. «Не думаю, что пойду в президенты, но я научилась никогда не говорить никогда», — ответила она. На этом все. Всем пока.